Руслан Новосельцев с самого детства мечтал стать врачом. Помогать людям, спасая жизни, в этом он видит свое главное предназначение. Можно сказать, что в этом году он начал свой путь к исполнению мечты. Руслан поступил в медицинский институт СКГА, в том числе и благодаря льготам при поступлении в вузы, которые действуют для участников СВО и членов их семей. Отец Руслана два года назад отправился добровольцем на специальную военную операцию, отстаивая интересы Родины. Он был под Мелитополем, у них была оборонительная позиция. Он в целом очень много делал для своей позиции. Он собрал сбитые дроны, всю эту информацию доставлял командиру. Четыре месяца назад он отправился на штурм и пропал без вести. Для льготного поступления можно выбрать любое направление. Мусака Ракетов, чей отец также является участником СВО выбрал обучение на программиста. Профессия в условиях недостатка IT-специалистов более чем востребованная. Так как государство даёт такую возможность детям, участникам СВО поступать в такие вузы, я решил тоже воспользоваться такой возможностью и поступить. Отметим, что благодаря усилиям федеральных властей, главы Карачао-Черкесии и республиканской властей в целом, в КЧР действует более 40 мер поддержки для участников СВО и членов их семей. Например, образовательные льготы реализуются в том числе и при содействии высших учебных заведений, среди которых СКГ. В 2023 году во всех вузах России появилась отдельная квота для участников специальной военной операции, а также их детей. Эта квота даёт преимущественное право при поступлении во все вузы России. Квота, выделяемая СКГ, составляет 10% от общего количества бюджетных мест. Пройти конкурсный отбор можно как по результатам ЕГЭ, так и сдав вступительные экзамены. Абитуриенты, чьи родители награждены тремя орденами мужества, погибли или получили ранения в ходе СВО, зачисляются в вуз без экзаменов. А для студентов, которые поступили в вуз на коммерческой основе, но также являются участниками боевых действий или детьми участников СВО, ректором Академии Русланом Качкаровым учреждена скидка, которая достигает почти 100% стоимости обучения. В течение двух лет, воспользовавшись квотой, в СКГ поступило 26 абитуриентов. Это не только дети участников СВО, но и сами защитники нашего отечества. Мислан Туаршева и Варбара Нукова, РХИС-24